МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд і випуск присвячений російській пропаганді, їхній кринжатині і, звісно, всьому тому, що вони набрехали про нас, про світ і про себе. Для того, аби нічого не пропустити, не забувайте підписуватись на ютуб-канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте, так-так, авансом, але лишити нам вподобайку. А почему вы мусор сюда выбросили? Я вас спрашиваю, поднімите, пожалуйста, і відбросите в контейнер. Нет, я так не выбрасываю. Почему вы выбросили на землю? В контейнер, жінчина! В контейнер! Вы мене слышите, нет? В контейнер, жінчина! Бабушка, значит! Вот, спасибо! И на будущее так і делайте! Вот, чим занимається наше государство. Вот, ребят, хром-завод. Вон, все затопило. Сирену врубили. Гаїшники не пропускают. Артем, якщо ти слышиш, за речку всю затопило конкретно. Служби спасения говорили, що нас затопит, що затор на льду. Ніхто нічого не зробив. При Урале окапывається, ставить дамбы. Ми, ТСН, ми никому не нужны. І все, ми делаємо собственними силами. Можна війня. А я з дітьми осталась на вулиці. Потеряла дому. А так як ми ТСН, ми не ЖС, на нас вообще никто не смотрит, так на людей. Просто... Сами, сами. Спасение утопающих делали руху самих утопающих. Просто всем на нас наплевать. Даже наш председатель, он ничего не делает для того, чтобы избежать этого ситуации. Или сейчас там бутылки воды не привезет. Знай, что здесь у нас нет своей воды. Росіяни брешуть рівно стільки разів, скільки відкривають рота. І це істина не то, яку ми вивчили за останні два роки повномасштабної війни. Ні, ми це знаємо набагато довше. З 2014 року вони вправно використовують слово-підтасовку фактів і псо проти нас. Хоча почати з історії із розп'ятим хлопчиком. Тож нині вони просто виходять на новий рівень. Хоча і деколи вони самі себе компілюють, повторюють і копіпастять. Одним словом, ми кожен день невпинно будемо показувати, як вони зашкварились, як вони набрихали і перекрутили. Для того, щоб знову і знову це збирати у величезну папочку, яка одного дня обов'язково поїде в Гаагу і спрацює проти російської пропаганди. Як відноситься до мобілізації жін, скажіть? Жінки? Ось отрицательно. Жінки должны летати в космос. І якщо дуже захотять в армию, то ладно, пусть служат. Але заставлять жінку, яка должна рожати, в армию направляти, це глупість полна. Ми їм прощати нічого не повинні. Польща нас пугає, що закроє границю. Пожалуйста, закривайте. Менше бедлого туди буде переміщатися. Вопрос не в цьому. Я просто послушав цих мерзавців, які взагалі. А якщо ми закроємо транзит через Беларусь? Ми обогреваємо Європу, вони нам угрожають, що вони закроють границю. А якщо ми перекроємо природний газ туди? Тому прежде, чим делать заявление, я б руководству Польщі там і другим, литовцям і прочим, безголовним цим, порекомендував думати, прежде, чим говорити. Але це їх дело. Закроють, пускай закривають. Але МИД должен предупредити всіх в Європі. Якщо тільки вони ще введуть нам санкції дополнительно, непереваримоє і неприємливе для нас, ми маємо відповідати. Як відповідати, ми з вами договарувалися полгода назад. Думаю, Владимир Владимирович, що такий момент, мене все ніколи не обманувало, такий момент, що ваші ініціативи на мирне урегулировання конфлікта, вони найдуть відповідь Украини. Найдуть, у військових найдуть, як ни странно. Тут я готов с вами вместе встати плічок в плічок і працювати в цьому направлі. Журналисты спрашивали там по поводу некоторых вопросів України і прочее, чутки не біжать. Ваші журналісти тільки що. Росія должна куда-то біжати, кого-то просити. Нікого не треба просити і біжати. Треба просто по-человечески себе вести. Достати тот документ, який ви когда-то мені показали і передали, положити на стол і двигатися по ньому. Це разумна оппозиція. Там приємлива оппозиція і для України. Вони согласились з цей оппозицією. Тому, я думаю, ми обсудимо подробно ці питання. Кіне-то утечки про мирні всякі ініціативи публікуєт, ще що-то. Вот, треба посмотрить сьогоднішнє выступлення нашого постпреда в ООН товаріща Небензі. Товаріщ Небензі сказав, він багато чого там сказав. Ну, одна фраза була дуже чітка і ясна. Очень скоро наступить то время, коли единственной темой для переговорів буде безоговорочная капитуляція України. Воно сказано прямо і чітко. Соціальні мережі здаєшся, як вони не помічають цієї відмінності. Особисто я давним-давно переконалася, що їхні соціальні мережі треба не тільки вирізати і демонструвати і аналізувати в нашій програмі, а ще, звісно, перекладати і тережувати, показувати це як кунцкамеру на заході. Одним словом, те, чим найбільше ми були здивовані, шоковані і, здається, кожен раз, що вони не можуть пробити більшого дна, але ми заходимо в соціальні мережі, ми тут ночуємо, готовимо еду, скрываємося від дождя. Да, підемте. Віддість, в таких условіях, це наш туалет, тому що кругом вода, і приходиться як-то закрыватися немножко від посторонніх глаз. Здесь у нас генератор. Нам, ребята, привезли бензин. Ми генератором заряджаємо автомобільний аккумулятор, і вже від нього у нас проведен свет, зарядка для телефона. Все 12-вольтове. Вот. Пойдемте, пройдем. Вот так вот у нас внутри палатки у нас стоять дві раскладушки. Здесь у нас стоять піч пилетна. на ней мы готовим кушать вечером, когда уже затапливаем ее, когда холодно становится. Вот. Так же у нас есть вот такая походная горелка с баллоном. Вот здесь вот аккумулятор. Это наше электрообеспечение. печь топится пилетами. Вот так вот живем. Готовим что можем. Тушенка, яичница, ну, что-то такое на скорую руку. Вот. чайник кипятим. Какие-то вещи вот сушим на веревках. Животные все с нами. Кот в первый день нервничал, сейчас успокоится, успокоится, спокойно спит. Потому что животных нам деть некуда, у кого аллергия, у кого свои животные. Поэтому они с нами, им с нами спокойнее. вот как-то вот так вот. Обращались к дежурному по городу с просьбой оказать нам помощь, с просьбой хотя бы отсыпать дамбы. Но мы так понимаем, что именно наша улица, возможно, она является каким-то лакомым куском для администрации, для построения так называемого сейчас вот модное слово amusement учреждений. Вот. Мы не видим никакой помощи от администрации. Огромное спасибо полицейским, казаки дежурят. Это единственные люди, которые нас как бы понимают и поддерживают в этой ситуации. А то, что касается вот просьбы о дамбах, о отсыпке, мы не видим помощи от администрации. Ровно никакой. Создаётся ощущение, что просто хотят, чтобы мы сгинули под водой. Это... Лёд в опору уперся. Опора аж качается. Выдержит? Нет. Кожезавод, сирена орёт вовсю там. Это просто жесть, что творится. Просто жесть. Сколько воды. Я столько не видел воды никогда. Сейчас он те знаки тоже завернёт. Лёд доходит до них. Всё, опора ломается. Опора падает. Опора. Завалило опору. Опору завалило. На проводах держится. Скрэк, пусть отключает десятку эту или сколько там, сто тысяч. Пошли отсюда, Саня. Это жесть, что творится. Опору завалил. А их на пути ульдом Всё, потащила. Всё, хана. Пошла двигаться. Всё, упал. Вот всё, она пошла. Она на вот эти столбы сейчас стреляет. 20-х дней. Всё. Что творится-то? Вообще ужас. Ужас вообще. Вообще ничего с ней не делают. Она и все столбы и те покосит. Там ещё штук 20, наверное, если не больше. Вас русские научили мыться. За юрту в туалет ходили. Уважаемые любители Советского Союза, а также недоброжелатели казахской истории. Я нахожусь в городе Туркестан. Пришёл именно, чтобы доказать вам то, что казахи всегда были чистыми. Баня. Восточная баня 16-20 века в городе Туркестан. Ехала. Те умники, которые говорят, что нам водопровод построил Советский Союз. Смотрите. Вот водопровод 16-го века. Это баня. Вот. Здесь раздевалка. Это ещё в 16-м веке было. Раздевалка. И вот здесь, где люди мылись. Вот смотрите. Вот. Всё стоит. Медный таз. Медное ведро. Медный таз. Вот это всё видите. ведро. Это всё у нас было. А это тазалах бурш. Бурш тазалах. Видите? Это массажная. Вот. Вот. Видите? А это таки-то что у нас в сухсубельнице? Это где люди брали холодную воду. Вот они здесь её брали. вот. Казахи всегда следили за чистотой. Казахи всегда были чистыми. А это сусу. Это горячая вода. Где казахи брали горячую воду. Вот. Вот. О чём речь? Кто вам сказал то, что казахов научили мыться те, кого Пётр Первый силой заставлял, силой заставляя учил мыться. Уважаемые недоброжелатели казахской истории, мои предки, то есть казахи, всегда очень сильно смотрели и следили за чистотой. уважаемые недоброжелатели казахской истории, когда в вашей столице ещё обитали лягушки, мои предки уже парились с вами. Народный этот поездки в автобусе вообще никакого нет. Сидение памяти впереди короче я поселиву короче седуха ноги прям падает ну а человека тоже по споре ходит короче я езжу просто мне эти поездки здесь я отвечаю так еще и булочкой поджал отбоку родные короче уже едем уже я не знаю наверное с Москвы выехали где-то в Подмосковье едем автобус очень комфортабельный реально классный сейчас это самое не реклама ничего мне даже не платили поняли за это чисто вот от себя реально автобусы очень классные комфортабельные энергии то есть все вежливо вообще мне очень понравилось реально очень классно булочки намаз сюда я не знаю я не знаю я не знаю И под сам кинуть, друзья, конечно же, напомню вам, насколько важно, чтобы вы не забыли подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайфа и, конечно, оставить нам в подбайку для расширения всей информации. Для того, аби і інші глядачі і користувачі YouTube в якийсь момент, звісно, як і ви сьогодні, відчули підвищення тиску, ну і, звісно, зміну і покращення настрою. Так завжди буває, коли ви дивитесь наш огляд російської крінджатини. Не забувайте для нас украй важливо поширювати голос правди, ну і, звісно, українські наративи. Тож ви і тільки ви, наш глядач, можете нам в цьому допомогти. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі! Дякую за перегляд!